Добрый вечер! В студии Екатерина Романова и мой гость Антон Горчаков. История Антона не может оставить равнодушным, пожалуй, ни одного человека, даже не имеющего отношения к той проблеме, которая в жизни Антона случилась. Тем не менее, мы хотим рассказать вам эту историю для того, чтобы показать один из вариантов жажды жизни, один из вариантов преодоления и самого, пожалуй, тяжелого, сложного и трудного преодоления – это преодоление самого себя. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Антон, наверное, с самого начала расскажите о том, как вообще складывалась ваша жизнь, кем вы были, что с вами происходило. И в общих чертах подробности мы будем разбирать в процессе программы. А мне от вас хочется услышать некоторое вот это вот сравнение до и после. Антон до и Антон после, после чего мы раскроем эту тайну немного позже. Я понял, хорошо. Ну, достаточно обыденная жизнь, семьянин такой вечно. Ну, у меня с матушкой были хорошие очень отношения, то есть я был в основном дома. Послушным мальчиком? Ну, не то чтобы послушным, я, конечно, тот еще сорванец, да. Но, тем не менее, как бы с уважением всегда к родителям относился. Свои ссоры, конечно, были, но это везде, в каждой семье присутствует. Ну, в общем, обычная семья. Обычная семья, да. Обычные отношения. Мы с матушкой даже работали вместе, то есть я преподаватель по своей профессии, основной преподаватель английского, испанского языков, она английский преподавала. То есть я вообще преподаватель в третьем поколении. То есть это такая какая-то семейная традиция сложилась. То есть у вас есть традиции, у вас есть семейная преемственность, у вас есть добрые внутренние семейные взаимоотношения, и вам не сильно много лет. Я скажу для наших радиослушателей, чтобы было понятно, Антон 89-го года рождения, так что высчитывайте, сколько ему лет сегодня. Но мы говорим о чем? О том, что в семье складывались, в общем, позитивные, обычные семейные взаимоотношения. Но вместе с тем в семье была своя культура потребления, скажем так, назовем это так. Своя личностная, собственная семейная культура потребления еды. Ну, разумеется, да. Точнее, даже системности никакой не было абсолютно, так как частные преподаватели работают с утра до ночи. То есть если где есть окно, там и поел. Соответственно, если это окно только вечером образовалось, то ты поел вечером и поел за всю семью. Я уверена, что сейчас многие слушатели скажут, ну и чего тут такого особенного, у меня все то же самое. Я утром в лучшем случае позавтракал, в 12 ночи, вернувшись домой с работы, в лучшем случае пообедал. Поэтому ничего удивительного. Однако есть в этом особенность, потому что семейная семейственность в этом случае присутствовала в жизни Антона. И это заболевание. Заболевание, которым страдали несколько членов семьи Антона. Это заболевание называется ожирение. Совершенно верно. Единственное, кто в семье у нас не страдает ожирением, это отец. Все говорили, что мы его объедаем, потому что... То есть вы ему не давали. Я для слушателей напомню, что такое ожирение. Ожирение, по сути, считается отклонением от нормы. Поскольку это заболевание не просто характеризуется избыточным отложением жира в клетках. Не только в подкожной клетках, но и во внутренних клетках, в том числе в печени, в поджелудочной железе. В мозге вполне возможно отложение жировых клеток. Это нарушение обмена веществ. И основную, скажем так, генетическую роль в образовании этого, в развитии этого заболевания играет поражение вентромедиальных ядер, то есть центров сытости. Которые, как следствие, приводят к возбуждению метролатеральных ядер, это центров аппетита. Вот такое нарушение и недостаточная физическая активность, и постоянный механизм, когда одно вызывает другое, цепляя третье, постоянно ведет к обычному состоянию хочу есть. Обычному, известному состоянию хочу есть. И привело Антона к тому, что к возрасту в 23 года при росте в 177 сантиметров вес Антона достиг 128 килограммов. Ужас-ужас. Да, абсолютно верно. Я хочу спросить, как вы себя ощущали в этом состоянии? Самое интересное, что как таковой сложности я не находил. То есть я совершенно спокойно жил, двигался, просто у меня не было каких-то потребностей к тому, к чему это могло. Вы ощущали какую-то ленность, например. Ну, естественно. То есть у меня образ жизни был такой. Я был домашний человек, ко мне ученики домой приезжали, я с утра кофе выпил, посидел, полежал. Это отговорки все, Антон. На самом деле получается так, что ввиду того, что вам было достаточно сложно передвигаться, достаточно сложно вести активный физический образ жизни, вы, как существо разумное, обустроили свою жизнь таким образом, чтобы обеспечить себе все то, что вам нужно, для чего вам нужно сделать какое-то движение, обеспечить себе все это у себя дома. Ну, в принципе, даже она сама как-то обустроилась. Сама жизнь. Исходя даже от мамы, ну, у мамы, в принципе, те же самые были проблемы, поэтому все это как-то переросло. Ну, такой устой жизни появился, да? Мы домашние, нам комфортно в диване, там в кресле в глубоком, нам удобно, мы любим книги, мы любим потреблять какую-то информацию, но двигаться мы не любим. А еще не любят покушать. Вот такая жизнь была у Антона. И все бы ничего, может быть, он бы даже и не знал о том, чем ему эта жизнь грозит, и как будут развиваться события дальше. Ну, просто потому что по природе своей молодости и активности, той, которая его устраивала, он об этом и не задумывался. Я специально говорю об Антоне До в третьем лице, как вы понимаете. Антон сидит напротив меня, это совершенно искрящийся молодой человек, по крайней мере, на уровне глаз. Ну, во всех остальных местах это не те 128 килограмм, которые я сейчас описываю. Поэтому я намеренно говорю с Антоном вот в этом третьем лице, потому что это был другой человек. Абсолютно верно. Другой? Абсолютно. Абсолютно. И вот, вот та история, которая была с вами, она бы могла продолжаться вечно до какого-то своего самостоятельного истечения, если бы не обстоятельства жизни, которые приключились у того Антона. Какие это обстоятельства? Дело в том, что в один прекрасный момент, даже прекрасного его не назовешь, естественно, в один момент у меня ушла матушка, Царствие Небесное, а через год еще и брат следом. То есть в вашей вот этой картине мира произошел разрыв вашего шаблона, да? Ушли два близких человека подряд друг за другом. Причина их ухода, возраст, в котором они ушли, назовите, пожалуйста. Матушке был 61 год. Довольно молодой возраст для этого. А брату почти исполнилось 40, то есть за три дня до дня рождения. Вот в таком достаточно молодом возрасте, особенно что касается брата, ваши родные вас покинули. По какой причине? Ожеление. Это вот то самое, с чего мы начали, да? Это тот ваш бич семейный, который унес у вас двух близких людей. Что с вами произошло на тот момент? Что вы почувствовали? На что вы обратили внимание? Как вы на это отреагировали? Ну, когда я потерял матушку, я, ну, можно сказать, просто в себе замкнулся. То есть у меня стал очень ограниченный круг лиц, с которыми я общаюсь. То есть у меня сократилось число друзей до трех-четырех человек. А было? Ну, я всегда был общительный, то есть всегда считал, что друзья – это там все мои 300 подписчиков ВКонтакте. Грубо говоря. Ну, в итоге я стал очень таким замкнутым, очень стал много пить. Да, у меня с алкоголем была такая история, что я, допустим, с утра до вечера преподаю. Слышали себя, замкнулись, стали употреблять алкоголь, ограничили общение. В общем, как-то не совсем социальный образ жизни. Ну, да, абсолютно. Это была депрессия? Это было какое-то патогенное психологическое состояние? Это был тупик определенный. То есть у меня опустились руки. У нас с матушкой были очень большие планы. У нас и фирму свою открывали. То есть у нас был свой бизнес, школа иностранных языков. И у меня все упало. Руки опустились, я запил. То есть, ну, совершенно просто. Не было как такового интереса к жизни. То есть у меня было... Не было стимула. Да, стимула. Мы потеряли стимул для того, чтобы продолжать жизнь. Абсолютно верно. А потом, когда следом ушел брат, я понял, что либо я что-то меняю, ну, либо я просто сойду с ума. Либо я иду за ними, да? Ну, да. Понятно. Я хочу сакцентировать внимание еще вот на какой вещи. Как бы люди не относились к ожирению как к патологии или как к состоянию души, неважно у кого какие к этому отношения есть. Важно всем знать, что ожирение – заболевание смертельное. Вот то, о чем мы говорим с Антоном, это как раз прямое доказательство этому. Это заболевание смертельное. Но не все смертельные заболевания имеют такую вот критическую фазу невозврата. То есть это не рак неоперабельный, это не то состояние, в котором нельзя пойти назад, нельзя обратить эту ситуацию. Это заболевание с позитивным, с положительным, как говорят медики, прогнозом. И в этом прогнозе должен непосредственно участвовать сам человек. Только благодаря своему состоянию, благодаря своей уверенности, благодаря своему желанию, своей цели поставленной, только в этом случае может человек победить это заболевание. Так? Абсолютно верно. Как у вас это происходило? Именно на следующий день после того, как я принял решение менять что-то в жизни, я еще не знал абсолютно, как это будет. То есть я даже, более того, я не думал, что надо менять именно вот эту проблему. Цель была просто поменять жизнь. Что-то вот новое в жизни должно быть. Буквально на следующий день звонят и приглашают поучаствовать в проекте, собственно, на одном телеканале, на одном телеканале, который поспособствовал как раз таким был пинком в моей жизни, достаточно красочным, скажем так. Это там работа с психологами и диетологами. То есть все, в общем, все сошлось на том, что мне предложили похудеть. И я даже не задумываясь согласился, потому что понял, что это вот как раз ответ на тот вопрос, который я задал. Как мне меняться? Ну, грубо говоря, так звезды сошлись. Вы пришли к этому решению, сигнал в космос отправили, и космос вам ответил таким предложением поучаствовать в проекте. Да, я тут же согласился, не задумываясь, поехал на кастинг. Вас что-то пугало? Абсолютно ничего. Вы были все уверены? Да, абсолютно. Вы чувствовали, что вы можете победить свой вес и свое состояние? Я был уверен, что это так и будет. Вот на старте, вот на самом старте, насколько вы были уверены? Оценили вы ли вы всю ту сложность, которая этому сопутствовала? Я вообще, честно говоря, не задумывался, потому что для меня это было таким знаком, который, ну, просто так должно быть, я должен это пройти. То есть я не задумывался, сложно будет, легко будет, смогу, не смогу. Ну, эти мысли появились где-то ближе к середине, что, а вдруг я сейчас возьму, все провалю, то есть такие сомнения, конечно, они имели место быть. Возникли. Мне кажется, у любого человека они возникнут. На таком этапе, да? Да. Ну, в общем и целом это было такое. Вижу цель, иду к ней. Да, как бык, красная тряпка, просто вперед, и ничего не вижу. Хорошо, созрели. То есть вы решили, приняли для себя решение, мне надо похудеть. Что было на старте в этом проекте? Что вас впечатлило в первую очередь? Ну, и, конечно, большим ударом были, наверное, результаты анализов и так далее. То есть я, естественно, проходил... Слова диетолога. Слова диетолога, абсолютно верно. Проходя медосмотр, я узнал очень много нового о себе, не очень хорошего. Это меня, конечно, подстегивало, что ничего себе. У меня всего 24, а у меня уже вот такой букет. И? И я начал усердно работать над собой, чтобы избавиться от, ну, хотя бы, как минимум, большей части недугов, которые заработал. То есть вы поставили себе изначальную цель избавиться от тех недугов, которые сопровождают ваше состояние, да? Потому что недуги были для вас в первую очередь неприемлемые, да? Я молодой, а у меня уже такой букет заболеваний. Еще какая-то цель была? Ну, вот поменять жизнь. Просто сбросить килограммы, это же не... Когда вы находитесь в том состоянии, в 128 килограммах, сбросить лишний вес, это настолько невероятная мысль, что это уже какая-то новая жизнь. То есть ощущение, что я сейчас сброшу вес, и все будет абсолютно по-другому. Это то самое. То есть вы хотели избавиться от заболеваний, чтобы быть, чувствовать себя молодым и здоровым человеком и поменять свою жизнь. Абсолютно верно. Продолжен чем-то здесь реклама. И снова здравствуйте. В студии Екатерина Романова и мой гость Антон Горчаков. Антон, да, наверное, тема наша, которую мы сегодня разбираем, можно охарактеризовать такой фразой. Война с самим собой. Антон тот человек, который уже на сегодня преодолел в своей жизни страшное заболевание, смертельно страшное заболевание под названием ожирение. Напомню, Антон в 23 года весил 128 килограммов при росте в 177 сантиметров. В его жизни случились те обстоятельства, которые привели его к решению изменить эту жизнь. Это то, о чем мы говорили в первой части программы. И вот сейчас мы продолжаем. Итак, Антон, вы решили избавиться от тех заболеваний, которые сопутствовали ожирению, да, заболеваний внутренних органов и той картины, которую вам поставил диетолог, и решили изменить свою жизнь кардинально. Абсолютно верно. Как это получалось в вашем проекте? Давайте расскажем про вашу жизнь в проекте. Сколько это было времени? Какие этапы здесь были? Ну, вот по порядку. Ну, проект длился три месяца. Из чего он состоял? То есть, постоянно было наблюдение диетолога, был фитнес, процедуры различные, жиросжигающие и так далее, то есть, укрепляющие здоровье, иммунитет. То есть, это комплекс? Да, абсолютно, да. Давайте разберем. Этот комплекс состоит из одной важной части для лечения этого заболевания. Это диета. То есть, диетолог вам назначил диету. Да, абсолютно. Какая это была диета? Самое интересное, я впервые услышал вообще, что такое может быть. Диеты как таковой, то есть, с ограничениями большими, не было. Самое главное было соблюдать калорийность в день. То есть, по сути, я мог есть все, что угодно. Но количество. Но количество калорий. Но, естественно, чтобы добиться большего процесса, я стал исключать какие-то там более жирные продукты, да. То есть, хлеб исключил, хлебобулочные какие-то изделия, да. Сладости, наверное. Сладости, абсолютно. Потому что проще поменять вот этот кекс, который, не знаю, там, калорий 3, или сколько в нем. Вместо этого съесть тазик овощей. Это намного сытнее, как бы. И поэтому таким образом перестраивается мышление, что я лучше поем овощей побольше, чем одним кексиком. Легко перестраивается? Нет. Первый месяц просто все бесило, потому что это надо взвешивать каждый продукт. При готовке того же, не знаю, супа нужно взвешивать каждый ингредиент, который ты кладешь в суп, и потом выход еще взвешивать. А количество, которое вы употребляли при этом, да? То есть, кроме количества килокалорий за день, еще же есть какое-то ограничение? Временное. Временное. Сколько раз в день нужно кушать? По какому количеству еды? Как вот вы прошедшие опытом? Поделитесь с нами. Нужно кушать каждые 3-4 часа, не больше. А объем? Меньше можно, больше нельзя. Объем? Ну, по объему, как таковых, ограничений нет, лишь бы уложился в калорийность. То есть, это может быть тазик овощей каждый раз, да? Но единственное, что должен присутствовать животный белок, то есть мясо. Понятно. То есть, это белково-углеводная диета с преимуществом белка. Ну, да, да, по сути, да. Хорошо, диета. Что еще? Спорт. Спорт, абсолютно верно. Три раза в неделю у меня были фитнес-нагрузки. Не менее трех раз в неделю нужно заниматься, да? Еще что? Танцы. Я стал заниматься танцами. Как появились в вашей жизни танцы? Это очень удивительно. Я очень давным-давно, где-то за полгода, наверное, до проекта, так сложилось, что попал на пробное занятие по бачате. И это было после очень такого... Ну, за компанией, наверное, да? Это было первое свидание, если честно. А, за компанией. Первое и последнее, но не в этом дело. За компанию попали в эту секцию и... Я был после очень трудного, тяжелого рабочего дня. То есть у меня мозги кипели. И после часа танцев я вышел, как будто я, ну, не знаю, часов десять поспал. Я отдохнул. Или полоскали вас там где-то, выполоскали, да? То есть настолько, как будто я не работал. То есть вообще я в отпуске, такое ощущение. Никаких проблем, ничего. То есть я в такой некой эйфории. Мне это понравилось. Я думаю, ну, как-нибудь надо заняться. Ну, и, соответственно, это все как-нибудь, как-нибудь. И тут на кастинге меня спрашивают, а есть ли какой-то спорт, которым вы хотели бы заниматься, но лишний вес мешает? Я первое время даже не задумывался, что, ну, как, танцы, спорты для меня это как-то разные вещи. Но потом я вспомнил о бачате и говорю, давайте бачату. И таким образом у меня проект, с помощью проекта я попадаю в танцевальный клуб. Я скажу вам, что я посмотрела эту серию программы, серию проекта связанных с вами. И там был немножко другой акцент на этом сделал. О чем я хочу тоже сказать в нашей программе. Ведь предложение о танцах или в выборе какого-то вида спорта, которым бы хотелось заниматься, звучало от проекта не просто так. Это было замещение. Замещение чего? Да-да-да, при этом, да, надо было... Найти себе занятие, которое... Найти занятие, чтобы отодвинуть... Сейчас я перефразирую. Значит, у полных людей питание занимает большую часть удовольствия. То есть есть некий круг удовольствия, да, допустим, это общение с друзьями, это, не знаю, прогулки, вождение, еще что-то. А остальная часть, допустим, там 70-80% это пища, то есть еда. Пока ты ешь, ты получаешь удовольствие. Да-да-да, абсолютно верно. И задача была найти вот такое влечение спортивное, которое бы приносило удовольствие и возмещало... Замещало. Да, замещало бы удовольствие от еды. И, соответственно, чем больше таких удовольствий, тем лучше. Ну, я и фитнес любил, то есть для меня и фитнес был удовольствием, и танцы появились, соответственно, у меня еда ушла, ну, на некий второстепенный. То есть у меня даже не то, что удовольствие. На время проекта это было просто, ну, как лекарство. То есть я приходил, так надо поесть. Оп, закинул, дальше пошел. Не было такого, что, ну, сейчас что-нибудь вкусненькое, потому что ничего, по сути, вкусненького... Там нет, да. Там нет. Ну, морковка, ну, капусточка, да, ну, погрыз яблочко там и все такое. Хотя я потом понял, что я чуть после проекта попробовал вот обычный сок, который продают в пакетах. На Новый год это было как раз. Попробовал сок, и я почувствовал всю химию, которая там есть. Поняли, что это невкусно. Я понял, что вкусно как раз то, что я ем, а не то, что продается. Подведем промежуточный итог. Итак, диета, которая является неотъемлемой и обязательной частью, и с которой сложно смириться, потому что есть элемент удовольствия от еды, который нужно чем-то заместить. В этом случае возникают для вас танцы, которые вы сами выбираете, как способ получения этого удовольствия. Дополнительно к этому есть фитнес. Это занятие обязательное для вашей истории в проекте, да. Фитнес был именно как вот мы его принимаем. То есть ты пришел в фитнес-клуб, там что-то позанимался с тренером, там часок, полтора. Когда удобно, там понедельник, пятница или только понедельник, или только пятница, или еще как-то. Как это было? Как были выстроены спортивные занятия в этом комплексе? Ну, начиналось все с обычного фитнеса. То есть это тот самый тренажерный зал, к которому все привыкли. Три раза в неделю я ходил туда и вечером на танцы. То есть у вас три раза в неделю были занятия спортом? Занятия спортом, да. И три раза в неделю были занятия танцев? Танцы у меня были, скорее, ближе к пяти раз в неделю, потому что, ну, первый раз это было, точнее, в первый месяц это было два раза в неделю. Потом я настолько влился, что меня стали пускать на все группы, которые есть в клубе. И поэтому я каждый день ходил, танцевал от танца Уолсон. А выходные были сальсотеки, естественно. То есть у меня танцы заняли вообще всю, как бы, мою... Это очень удачно, что вы нашли себе такое увлечение. Тем не менее, спорт был не только в зале, да? Да, абсолютно верно. Еще был спорт на воздухе. Да, спустя месяц, насколько я помню, у меня появился спорт на воздухе. Ну, это воркаут. По сути, воркаут — это обычные тренировки на брусьях, подтягивания. Ну, вот на этих спортивных снарядах, которые у нас по дворам в полном объеме присутствуют. Абсолютно верно, да. То есть ничего особенного и ничего платного и каких-то сумасшедших там сложностей в этом случае нет. Пожалуйста, выходи во двор. Занимайся, абсолютно верно, да. Ну, тогда, чтобы люди понимали, как, расскажите, что это за занятие? Что такое воркаут, в принципе, в своем? Воркаут, ну, вообще, это американское движение. То есть я вообще не понимаю, почему это американское. Наши уже давно так делали. Но, тем не менее, американцы вдруг придумали название воркаут. Ну, как придумали воркаут, в принципе, приводится как тренировка. Воркаут — это цепь упражнений, состоящих, ну, направленных на разную группу мышц. И самое интересное, что... Это простые упражнения, в первую очередь. Ну, это достаточно простые упражнения. Ну, например, это приседания. Абсолютно верно, да. Это отжимания. Отжимания, подтягивания. Подтягивания. Наклоны, наверное, какие-то. Да, да, да. Ну, это на разминке. Да. Статика. То есть надо в одном положении... Была растяжка, а есть еще статика. То есть в одном положении надо несколько, там, ну, минуту хотя бы продержаться, не двигаясь, ничего. То есть это очень, ну, большая нагрузка на мышцы, на самом деле. То есть под конец уже прям всего трясет. Трясет, да. Бег, наверное, да? Бег, абсолютно верно, да. То есть это простые, доступные всем упражнения. Просто это нужно делать на свежем воздухе и иметь для этого какие-то снаряды, чтобы там подтягиваться, чтобы отжиматься, чтобы поднимать ноги, например, да, уголком или как получится. Ну, как-то их поднимать. Ну, да. То есть это простая история. И вот такой комплекс, значит, диета, танцы, занятия фитнесом в зале, дополнительное занятие воркаутом, а именно спортивной гимнастикой на улице. Было что-то еще в этом комплексе мероприятий, которые с вами проводили? Про процедуры я говорил, да? Процедуры. Какие-то были процедуры? Ох, господи, их было очень много. Это было, начиная со зонотерапии, то есть это уколы по всему животу, подбородку. То есть это была работа с жировой массой? С жировой массой, да, абсолютно верно. Это и остеопат, который работал над... Каркасом. Каркасом, абсолютно верно. Кого только не было. Это были массажи. Массажи, абсолютно, да. То есть это комплексная работа с организмом для того, чтобы помочь ему принять вот эту потерю веса, тонус мышц, сопутствовать этой быстрой потерей веса, да? Мышечный каркас сформировать для того, чтобы под тяжестью искривлённый наш позвоночник, да, встал на место и смог помочь. Не появилось каких-то попутных заболеваний, правильно я понимаю? Да, да, да. Значит, вот эти все этапы в течение трёх месяцев вы, можно сказать, преодолевали себя в течение, наверное, каждой, ну не минуты, но, по крайней мере, каждого приёма пищи и каждой тренировки, наверное, уж точно. Ну, есть такое, да. Как эти 90 дней вам дались? Первые 30 дней я свыкался с этим. Всё было хорошо, всё прекрасно. Тяжеловато, но, тем не менее, то есть я постепенно привыкал. Потеря веса была существенная? В первый месяц, ну, в принципе, там, по-моему, я 8 килограмм скинул за первый месяц. Ну, заметно, да? Да, в принципе, заметно, но, тем не менее... Ну, когда 8 от 80 или 8 от 128, есть разница, да? Ну, да. И как? И как? Вот это подстёгивало, что есть результат? Вот неделя прошла, минус 2 килограмма. Ну, конечно, это было достаточно радостно, непривычно, что ничего себе 8 килограмм. И как бы, ну, особо... Ну, было ощущение, я молодец. Я молодец. Было ощущение, но меня его быстро сбили. Почему? Потому работники канала... Да. Ну, я не знаю, видимо, у них это был такой принцип работы, потому что спустя месяц как раз мне все стали говорить, что ты по-любому где-то на стране ешь, все говорят, что ты плохо худеешь. И меня это настолько стало бесить, а я был на тот момент, я ни разу не срывался ещё. То есть это не было правдой? На тот момент ещё нет. Ага. Срыв был, а потом. Да-да-да, срыв потом был. И меня настолько это всё нервировало, что я уже не знал. Ну, как так? Я честный, да? Да-да-да. Я выполняю всё. Ну, это же в то же время это и подстёгло, что я сейчас им вообще покажу. Они тут вообще от этих цифр удивятся, скажем так. От цифр моих результатов. Да-да-да-да. Так. Ну, конечно, потом, на втором месяце уже появились трудности уже, всё стало надоедать. Ну, вроде поигрался, наигрался уже, да, в эту историю? Да, танцы, они как были, так и остались у меня, танцы до сих пор. То есть я из танцев никак-никак. Это для меня сейчас... Главное увлечение, да? Но, тем не менее, появились какие-то сомнения внутри. Да, появились сомнения, появились вот эти вот какие-то капризы, что ну сколько можно. Венность стала возвращаться. Вообще, да. Это просто непередаваемо, потому что вот там действительно борьба с собой была. Потому что да нет, ну всё, нет, надо. Да, и вот это каждый день одно и то же. Вот эти сомнения могут привести к срыву, да? Абсолютно верно. И к возврату того результата, который ты получаешь. Об этом через рекламу. И снова добрый вечер. В студии Екатерина Романова и мой гость Антон Горчаков. Это пример для нас, для всех, пожалуй, потому что чем бы мы ни страдали, лишним весом или какими-то другими недугами, каждое преодоление – это борьба с самим собой. Самая тяжёлая и самая серьёзная борьба, которая только есть у нас в нашей жизни. Напомню, Антон в возрасте 23 года при росте 177 сантиметров весил 128 килограммов. Такой образ жизни в его семье был создан. И этот образ жизни привёл семью Антона к тому, что ушли из жизни два близких и любимых человека. Это мама и брат. В возрасте 61 года ушла мама, и в возрасте 40 лет ушёл брат. И поэтому для Антона такой жизненный перелом привёл к неистребимому, я надеюсь, уже теперь желанию, изменить свою жизнь. Антон пошёл на проект одного телеканала, связанный с похудением. Значит, напоминаем, да, диетологи, врачи, которые занимались лепкой организма, спортивный тренер, который занимался конструкцией ваших мышц. И то увлечение, которое Антон для себя сам выбрал – это… Бачат, ну, танцы. Танцы. Это танцы. Это один из танцев Бачат, который так понравился Антону и привлёк его внимание, стало увлечением. Мы поговорили о том, что первый месяц всё было достаточно легко, вы просто жили по тем правилам, которые вам дали. Да, 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 абсолютно верно. И на втором месяце у вас появились сомнения. Вот как удержаться в том режиме, как не бросить, как… Есть у вас какие-то советы или внутренние ощущения, которые бы мы могли поделиться с слушателями? Ведь самое сложное – это продолжить, да, не останавливаясь. Ну, вообще, да. Как раз у меня был такой период, что… Почему появились сомнения? Потому что вот за первый месяц 8 килограмм сбросилось, а потом организм стал меньше скидывать. То есть он затормозился. То есть несколько недель у меня вес стоял просто. То есть вы занимаетесь спортом? Да. Вы считаете эти калории, будь они нелабы, козы? А вес стоит. А вес стоит. Отчаяние? Я никогда не похудею. Непонимание, да. Больше никуда. Вот 8 килограммов – это максимум, что я мог. Да, 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 абсолютно верно. То есть не оправдая надеждам, которые на меня канал… Для вас это было важно? Ну, вообще, я очень… Я из тех людей, когда на меня полагается, я либо должен все сделать, чтобы оправдать надежду, либо изначально не браться. То есть если вы взялись за участие в проекте, вы должны были дойти до конца и показать результат? Абсолютно верно. Все-таки вернемся к тем ощущениям, которые вы испытывали. Появились сомнения, естественно, что ничего не получится, что ну вот и все, мое участие в проекте закончилось. Такая угроза нависла? Ну, да, было. Как раз это было после того, как я сорвался. Наиболее сложно было признать, что я все-таки сходил там… В холодильник. В холодильник, да. Скажите, пожалуйста, вот мне интересно, как в вашем случае, потому что, ну, при моем весе у меня свои ощущения, а вот при вашем весе, который у вас был, он такой вот внушительный вес, мне кажется, что ощущения могут быть другими. Мне хочется проверить, такие они или нет. Значит, я описываю свои ощущения. Если ты убеждаешь свой организм, что ему нужно себя ограничить для того, чтобы вернуть там себя в какую-то форму, ты ему говоришь, не надо кушать вот этого, нужно побольше ходить, какие-то делать тренировки для мышцы и так далее, так далее. Но в какой-то момент, ну, там повод наступает, друзья зашли, там еще чего-то там происходит в жизни. Хочется как-то себя побаловать, что ли, там что-то себе дать. И ты вот это вот мозгом понимаешь, что это вредно. Но при этом, ну, это же не постоянно, это же вот разовое, и побаловать. Ну, вот я сейчас себя побалую, а потом опять вернусь к тому состоянию, в котором я себя ограничиваю. И вот получается, что один раз вроде побаловал и забыл. Другой раз побаловал и забыл. Третий раз, ну, уже, может, и не побаловал. Уже, может, и забыл, что были какие-то ограничения. То есть вот в моем случае, да, очень сложно удержаться в том постоянном режиме ограничения, которые ты для себя принимаешь в связи с этим. Как у вас-то было? Ну, изначально нам еще психологи, когда работали со мной. Значит, были еще психологи. А, в самом начале, да, я проходил еще. Причем психолог и диетолог – это как бы одно лицо. Там комплексный такой подход был. Так. Изначально обусловились в том, что нету, как таковых, нарушений. Есть небольшие отклонения, которые нужно учитывать в калорийности, как бы не более того. То есть почему? Потому что когда себя постоянно ограничиваешь – нельзя, нельзя, нельзя. Хочется. Хочется. Еще больше. Еще больше, абсолютно верно. А когда ты понимаешь, что можно, но… Ну, не надо. Ну, зачем? Ты можешь, не знаю, овощей в два раза больше съесть. И бывает, что да, ну, все. Оп, там, не знаю, попробовал, съел-то кусок. Посчитал калорийность – ах, превысил, хорошо. Со следующего дня абсолютно такая же. Никакого наказания нет. Абсолютно так же подсчитываешь калории и все, не более того. То есть ты понимаешь, что превысил, ну, больше не надо превышать. То есть саморегуляция, да, сознания должна быть? Так, и хорошо. Вот вы научились саморегулировать сознание, но все равно же соблазн бывает. Конечно, абсолютно верно. Ну, вот как бороться с соблазном-то? Было такое, что за время проекта к вам приходил кто-то, или вы попадали там в гости куда-то? Более того, у меня друзья как раз оставались жить, у них в квартире был ремонт, и они на время ко мне приезжали. Понятно. Самое интересное, что я во время проекта еще бросил курить. Вот оно как. И я заставил ребят, они курящие, курить прям при мне, чтобы я привыкал к забавам и не было соблазна. То есть чтобы обычная ситуация там в кафе каком-нибудь меня не смущала. Так же и с едой. То есть когда они первый вечер приехали, я помню, я им заказал пиццу, сам ел салат, а они там пиццу, виски, кола, все как надо. А не предлагали вам присоединиться? Нет, они меня поддерживали. Ну как поддерживать? Жужуй, жужуй травку. Да, да, да. Ну давай, давай, посмотрим на тебя. Но тем не менее, они до сих пор мне говорят, что давай мы с тобой там держись. То есть поддержка от друзей была в этом вашем движении. Окей. Ну в любом случае, вы же попадали куда-то, ну хорошо, друзья к вам, они не помиляли. А вы куда-то выходили, там, не знаю, в кино с девушкой, попкорн рядом кто-то покушает, предлагает или хочется от запахов каких-то? Ну всякое было, конечно, хочется. Там, не знаю. Как внутри себя побороть это? Просто не думать, переключаться на какие-то другие вещи? Да, я переключался, то есть старался думать о чем-то другом. Либо вот, допустим, мне хочется курить, я зеленым чаем отпиваюсь. Так же и с едой. То есть важно заместить. Да, да. Так же, как с едой. Хочется кушать это удовольствие, найди себе другое удовольствие, которое не связано с едой. Да, да. Хочется курить, найди то, что может заместить это удовольствие и быть полезным. Ровно так же и в вот этом состоянии. То есть для вас сейчас это норма жизни, вот то, что вы едите овощи, фрукты, белки в чистом виде, в смысле мяса, яйца. Абсолютно верно, я привык так есть, мне больше, ну, более того, мне нравится так есть. То есть это натуральные продукты, да? Да, абсолютно. А кроме еды, что еще в вашей жизни поменялось? Вот теперь мы уже перейдем к Антону после. И цифру этой разницы мы назовем в конце программы, так чтобы немного сохранить интригу этого вашего мастерства. Но тем не менее, что вы, как Антон после, какое вы получили удовольствие от жизни? Ну, вообще, я был очень удивлен. Я стал замечать изменения внутри себя. То есть, по сути, я пришел худеть, то есть изменяться внешне. Но при этом, при всем, меняется полностью внутренний мир. Ну, он не полностью меняется, меняется, наверное, отношение к жизни. То есть я остался таким, какой я был, мои моральные устои, это все осталось. Но мое отношение к окружающему миру, к жизни, оно другое. А вот какое? Я, ну, сложно даже так объяснить. Я перестал домашним быть человеком, скажем так. Небо стало голубее, трава зеленее, стало хотеться выходить на улицу. Абсолютно верно, да. Я полюбил, не знаю, какие-то тусовки. Активность, да? Активность, да, абсолютно верно. Активный образ жизни. Единственное, что, да, работа все так же осталась, я частным образом преподаю ко мне дома. Но при этом, как только заканчиваются занятия, там, я на танцы уехал, там, или еще куда-то. А вот с работы, вы говорили в начале программы о том, что у вас была такая жизненная конструкция, что вы обеспечиваете себе работу на дому. Да, абсолютно верно. Изменилась эта ситуация? Ну, я сейчас стал не только на дому работать, я теперь стал выезжать, хотя раньше... То есть вы пошли, трудоустроились куда-то, куда нужно приезжать на работу? Я стал работать в институте, да, стал преподавать в институте. Помимо этого у меня появились частные ученики, ну, уроки, ученики. Мне приходится ездить. То есть не все к вам домой, а теперь вы выезжаете на дому к ученикам? Нет, я теперь стал больше ездить, меньше стал дома сидеть. У меня появились, ну, такие цели определенные в жизни, допустим, касательно танцев, что вот настолько все закрутилось, что 22 февраля я начинаю ассистировать преподавателем, а потом спустя еще энное количество времени я уже, ну, будет группа, которая будет вести. То есть новая цель. Абсолютно верно, да. Да, эта цель называется «Я преподаватель танцев». Да, да. Могли бы вы об этом думать, сидя в вашем кресле, даже репетиртурствуя в этот момент, а не поглощая вашу любимую пищу, в том весе в 128 килограмм? Я вам больше скажу, я даже не думал о том, что я вообще могу танцевать. То есть для меня танцевать, ну, это не для меня, я мужик, я буду сидеть и пить пиво, и есть орехи. То есть такая ситуация. Я совершенно... Оказалось, что танцы, вполне себе мужская история, просто приятная, да? Да, абсолютно. А как строились отношения с противоположным полом в вашей жизни? С противоположным... Хороший вопрос. Сейчас, ну, всё... Всё хорошо. Всё хорошо, да, я так скажу, по сравнению. Ну, у того Антона, да, скажем так, как таковых, ну, серьёзных проблем не было, вот так. То есть были какие-то отношения, но они прерывались, и я мог год в поисках следующей, там, какой-то истории любовной сидеть и вообще ничего. И не рыпаться. И вообще не рыпаться. А сейчас это... Ну, это не знаю, как описать. Переполняет? Переполняет. И я стал ощущать на себе женский глаз. Это для меня... То есть раньше не было? Раньше выходили... Конечно. Как какая-то субстанция, да? Вроде как не мужчина. Никто не смотрит, не обращает внимания. Было ощущение там, я не привлекательный? Периодически, конечно, смотря в зеркало, я думал, господи, что это? А вы связывали это с весом? Ну, естественно. То есть понимание было, от чего это. Ну, была защитная реакция, что... Ну, зато я чертовски обаятелен. Ну, во-первых, я чертовски обаятелен. А во-вторых, была отмазка из серии «Мое счастье». Меня и такого полюбят. Меня и такого полюбят. Именно так я пойму. То есть это было таким... Защитная для себя реакция, да? Что именно так я выберу свою судьбу. То есть она меня полюбит таким, какой я есть. А сейчас вы так же думаете? Сейчас я перестал думать о будущем. Ну, в таком плане, что все, мне надо заводить семью. Нет, я и сейчас хочу, как бы, пришел к тому, что я устал жить один. Но, тем не менее, я не думаю, что... А вот если там... В общем, марш Мендельсона в голове не играет больше. То есть нет такой истории, что все, надо жениться. Так, вот ты сейчас пойдешь со мной и сразу в ЗАГС. Нет, просто я... А в том состоянии была именно такая история? То есть я должен кого-то привести... Каждую женщину рассматривали... Рассматриваю как потенциальную жену. Их ж ты. А сейчас ветер в голове появился. А сейчас, ну, не то что ветер, а я просто отпустил ситуацию. Я понял, что оно само придет. И, по крайней мере, я теперь не отпугиваю противоволожный пол своим серьезными намерениями. То есть я сейчас... И не только серьезными намерениями, но и серьезные фактуры свои. Стало легче общаться с девушками? Стало очень легко. Очень легко, потому что ты подвижен, да? Ты активен, ты по-другому живешь, у тебя много интересов, да? Ну, разумеется, это... И в танцах, ой, я помню, это было просто неописуемо. Однажды, придя на сальсотеку... Сейчас, нет, не с того начал. Не однажды и не придя на сальсотеку. На сальсотеке это было, да. У нас появилась младшая группа, которая вот только начала танцевать. И я очень дружу с преподавателями нашего клуба. И преподаватели, которые вот у этой группы начинающей преподавали, как-то преподаватели преподавали... А проводили занятия. Да, преподаватели, которые проводили занятия в этой группе, они сразу сказали, что вот сегодня будет сальсотека, на ней будет Антон, эксплуатируйте его, он вам все покажет, все расскажет. И было нереально, когда стою я, И ко мне, значит, чуть ли не очередь из девочек начинающей группы. И вот это был первый переломный момент, когда я понял, что... Я чего-то стою, да? А как они к вам на вас смотрели? Как на преподавателя, да? То есть вас позиционировали ваши друзья именно как человека, который может чему-то научить? Ну, как человек, который может поделиться опытом, скажем так. И это при том вашем образе, который у вас тогда еще был, да? Ну, это было чуть позже. То есть это уже под конец проекта было. Нет, уже проект закончился, и спустя где-то месяц. Понятно. Антош, ну вы могли бы пожелать людям как-то посмотреть вглубь себя? Что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь на своем личном плане? Вы знаете, ко мне часто обращаются с вопросом, как тебе там удалось, что ты делал. Я... Есть три правила, которые я за собой заметил. Первое, от чего нужно избавляться, это от сомнений. Всегда верь в себя, никогда не опускать руки. Второе, задать себе цель идти к ней, то есть, допустим, цифра какая-то, если это в плане похудения, если... Или достижение какое-то, да? Да, или достижение, абсолютно верно. То есть должна быть определенная цель, которой надо идти. Ну вот просто ради того, чтобы мне должна похудеть, например, да, так не сработает? Ну, вряд ли. Я хочу там весить, не знаю, 75 килограмм, и что, для чего это? То есть нет такого. А, допустим, я хочу, не знаю, похудеть, чтобы получить роль, не знаю, в кино или еще... Гамлета, да. Гамлета, да. Ну, тут уже... Стимул. Стимул, да. Появляется стимул. То есть важно стимул, да? Для девочек хороший стимул, там, платье очень понравилось. А я хочу влезть это. Можно даже купить его. Купить и худеть. Пусть оно вам мозолит глаз. У меня рубашка такая до сих пор висит. Не влезешь? Еще нет, еще 12 килограмм, и я в нее влезу. Вот как. То есть цель-то, на самом деле, она далекая, да? Конечно, я еще не закончил процесс построения. Вы в процессе? Встранение. Да, да, да. И в вашем процессе этот путь, который период растягивается, вот как вы себе представляете? Когда вы начали? Ну, вообще проект начался в августе, насколько я... А, вы или в июле? Или в июле? Летом 13-го года? Да, да, летом. Так, вот вы сейчас полгода находитесь в этом состоянии, и до вашей цели... У меня осталось 12 килограмм еще. 12 килограмм. Ну, вот мы и подходим к завершению нашей программы, когда можем и назвать ту самую замечательную цифру, с которой Антон расстался за эти полгода. Это цифра... 32. 32 килограмма потерял Антон благодаря нехитрым действиям. Напомним о них? Да. Главные правила мы уже назвали. Это цель, это... Никаких сомнений. Стремление и вера в себя. И это... Позитивная... Да, активность, позитив, улыбка. Позитив, улыбка, и все. Всегда с улыбкой нужно идти. А достижения, это та помощь, которую оказывали вам специалисты, да? Это обязательно помощь специалистов в данном случае, правильно? Конечно. Это диета. Это... Помогайте мне. Так. Специалисты, диета. Это спорт. Это спорт обязательно. Можно ли без спорта похудеть? Можно, но это будет медленнее. Если какие-то там, не знаю, сложности, ну, сейчас фитнес... Не получается, да? Да, там, допустим, нет возможности взять абонемент в фитнес или еще какая-то проблема. Самая хорошая – это аэродная нагрузка. То есть вы можете просто пробежечки делать. Там по полчаса в день это вообще шикарно. Больше не надо. Можно поприседать просто. Поприседать, да. Ну, поджиматься. Поджиматься. Тут поначалу будет лениво. Да. Ну, начать хотя бы с пробежки. А потом все захочется, когда начнется сбрасываться вес, появится азарт и уже захочется добавлять какие-то упражнения. То есть спорт обязательно. Да, я считаю, что... Любой, неважно, в секции, где-то еще, в танцах. Да. Спорт обязателен. Да, я считаю. Обязательно физическая нагрузка. Конечно. Итак, диета, физическая нагрузка, вера в себя. Позитив. Позитив, да. И помощь, конечно, таких специалистов, как психологи, потому что поверить в себя достаточно сложная задача. Ну, у меня еще была сложная задача все-таки свыкнуться с событиями, поэтому мной комплексно занимались в плане психологов. Хорошо бы какие-нибудь массажи, даже если вы по себе сами чем-нибудь поводите, да? Ну, свою вторую половинку можно попросить, мне кажется. Можно детей, если в зависимости от того, в каком бы возрасте, походить, по-моему. Так, ну, то есть это в любом случае комплексная работа над собой. Да. Ну, не надо думать, что вот, помощь врачей, у меня сейчас нет на это средств, значит, я не смогу, не буду худеть. Все. Неправда. Будете худеть чуть медленнее, не с таким темпом, а, собственно, куда и спешить. Ну, да. И спокойно идите к своей цели, не обязательно, не знаю, вбабахивать в это огромные суммы денег. Начните хотя бы с простой диеты и спорта, пробежки. Начните с себя. Начните с себя, да. Да. Если хочешь изменить мир, начни с себя. Да. Антон, как вы считаете, вот тот поступок, который вы совершили для себя внутренне, это можно сравнить с героизмом? Я не привык о себе говорить с такой точки зрения. Не, не, не над собой, над теми килограммами. Ну, это хороший результат. Это победа? Это почти. Почти победа. Победа впереди. Через 12 килограмм будет победа. Ну, то есть, ваша цель минус 43. Минус 43, если 32, 31, 32, минус, ну, минус 45, не знаю, сколько, да. Ну, где-то там, да? Да, да, да. Это ужас, это вес человека. Я не знаю, как это на себе можно носить. И уж тем более, мне очень радостно, что это с себя можно скинуть. И это действительно правда, потому что Антон сидит передо мной, и в нем не 128 килограммов. Посмотрите обязательно трансляцию на сайте finam.fm, там вы увидите, как выглядит Антон, как искрятся его глаза. А всем нашим слушателям и друзьям хочется пожелать удовольствия в жизни такого, которое не мешает вам быть физически крепким и здоровым человеком. Спасибо, Антон. Спасибо вам. До свидания. До свидания.